Площадка у нас сохранилась, у нас сохранился маленький манеж. Большой, к сожалению, чуть-чуть вышел из строя, но это тоже поправимо. Поэтому в течение недели мы восстановим занятия и на территории клуба. Но все-таки судьба дальше этого здания восстановилась. Смотрите, у нас существует проект создания спортивного комплекса. Для этого и создан, для создания этого проекта создано акционерное общество. Одним из участников является в том числе администрация, которая вошла туда земельным участком и зданием конюшного. Проект этот находился на стадии предпроектной проработки. В настоящее время планируется в рамках той концепции, которая была разработана, восстановление конюшной. И эти работы будут сейчас в ближайшее время ускорены. Сроки просто никто сейчас не может точно назвать. Я понимаю, что сроки... Руки тут от многих факторов зависит. Да, она интересована в скорейшем восстановлении. Договоренности, вот Николай Семенович, у себя переговоры вчера с городской администрацией. С их стороны тоже заявлено о поддержке этого проекта. Они тоже будут содействовать. Именно восстановлению, да? Ну, не в восстановлении, а в той части, которая относится к полномочиям города. А какой-то расчетный счет Вы открыли, чтобы Вам могли все желающие оказать помощь? Да, существует расчетный счет. Я сейчас его смогу предоставить. И, конечно, любая помощь нам сейчас необходима. А версии какие-то пожара называются? Ну, пожарные говорят, что электропроводка. Но электропроводка в клубе была сделана совершенно новой осенью, с учетом всех новых материалов и технологий. И сделана, безусловно, качественно. Вчера Вы должны были, насколько я знаю, получить заключение о результатах расследования. Там конкретно что сказано? Ну, конкретно пока не могу сказать, поскольку документы еще не на руках. Нас попросили предоставить там некоторые документы, которые в результате пожара не уцелели. И сейчас идет обмен документацией, справками и так далее. Вот, но предварительная версия по электричеству. Спасибо. Что их с пожарной все-таки рассматривалось? Нет, пожарная, безусловно, рассматривалась. Но я хочу сказать, что на самом деле вот это трагическое событие, оно показало, что клуб городу нужен. Безусловно. И району тоже. И району тоже. Безусловно, большое количество людей, детей, они все идут, они все пытаются помочь. И, конечно, такая трагедия, вот такое количество животных, они всеми любимые. Поэтому я думаю, что вряд ли у кого-то поднялась бы рука осуществить поджог. У нас не было конфликтов. Соседние дома нас все на самом деле очень любят. Все семьи ходят к нам с детишками гулять, кататься на лошадках, просто погулять, покормить. В этом году был запланирован зооуголок. То есть я считаю, что мы делаем такое дело, которое, ну, вряд ли кому-то было не угодно. Думаю, что, скорее всего, это какая-то техническая причина. Скажешь, а сигнализации была пожарной? Нет, пожарной сигнализации не было. Сейчас, конечно, на новом комплексе, безусловно, мы будем особое внимание обращать на системы охраны, пожара, тушения и так далее. Говорят, что у лошадей, в принципе, трудно спасти из огня, потому что нужно каждое... То есть настолько они боятся плани, что нужно каждое в поводу владеть, заматывая даже глаза. Это действительно так они боятся? Да, это действительно. Погибло-могу, да, потому что говорят, что раскрыли обороты, но они не пошли. Ну, действительно, лошади очень боятся огня, и, кроме того, это животные, подающиеся панике. То есть если их открыть и просто всех выгнать, возможно, получилась бы такая толпучка, что просто вот как тогда при пожаре в каком-то ночном клубе, да, люди, очень многие погибли, потому что не смогли выйти из организации. Я считаю, что ребята, обслуживающий персонал, сработали достаточно четко. Они вывели лошади, которых они смогли вывезти, и, к сожалению, вот в то отделение, которое погибло, они просто технически не смогли зайти уже по причине того, что там все полукало. Пожарные до последнего их выгоняли, то есть вот последняя лошадь была выведена уже, когда пожарные кричали, что не ходите и не пускали их, там все-таки один рабочий зашел и вывел лошадку, как раз та лошадь, которая была призером Кубка главы в сентябре. Она вот осталась последней, мы уже с ней попрощались. Вот он ее спас, молодец, на самом деле, всех заставляющих внимания. Ну, сейчас, которые выжили, вообще в каком состоянии, да, то есть, насколько можно даже на них заниматься, то есть понятно, что в животном стрессе, да? Знаете, это в основном спортивное поголовье, и для детей, конечно, оно изначально не предполагалось. Погибли присутствующие там некоторые частные лошади, тоже владельцам приносим свои соболезнования, и будем стараться как-то по максимуму сгладить этот результат негативный. Вот. Ну, в основном, конечно, детская школа пострадала, потому что так получилось, что источник огня, видимо, был где-то в детском отделении. Ну, и, наверное, все-таки, вот, вернемся, да, к восстановлению. Сейчас уже, я думаю, что часть будет проводиться там же на территории, да, клуба каких-то занятий, мы скажем, что временные будут, и будет параллельно восстанавливаться, да, это здание? Сейчас вы смотрите, для того, чтобы организовать занятия здесь, нам нужно, чтобы несколько лошадей, которые будут заниматься, да, они там находились, для них нужно делать отдельные сейчас временные клубники, для того, чтобы они, ну, не возить их, а, по крайней мере, жучков, да, а они, чтобы размещались здесь. Параллельно будет строиться новая конюшня уже. Тут сложность в том, что лошадь нельзя размещать уже в помещении, где был пожар, да, поэтому то здание, скорее всего, что вот сейчас пройдут следственные все мероприятия, да, все экспертизы, будет понятно, будет подготовлено заключение, вот, и, скорее всего, что это здание будет сноситься, вот именно. Эти стены? Эти стены, да, остатки, вернее, вот этого здания. Дело даже не только в этом, просто они уже инженерно-конструктивную нагрузку такую не могут пасти после пожара, никто не может дать гарантии, ни один эксперт, что они пригодны, да? Да, скорее всего. Оно будет строиться по тому проекту планировки, который у нас запланирован вот уже по новому проекту, ну, с учетом вот того печального опыта, который вот приобрели. Скажите, а район будет уделять средства какие-то на помощь? У нас, знаете как, у нас прямую как бы бюджетных средств для этого сейчас не предусмотрено, ну, попросили вот организатора общества семей, имеющих детей инвалидов, подготовить списки предприятий, район, да, и будут соответствующие обращения сейчас подготовлены, и мы будем тоже также от администрации просить предприятия, предпринимателей, ну, содействовать восстановлению. Спонсорская помощь. Спонсорская помощь, да, потому что, ну, пока вот, пока так. А у нас еще тема бюджетных средств, у нас есть договор с обществом организации вот этой лечебно-верховой езды, этот договор действует, он немножко, вот, виду это трагические события, мы приостановим его действия, да, но занятия, которые выпали в результате этой недели, они будут компенсированы, ну, в ближайшие там месяц-полтора, ну, сколько можно увеличить нагрузку для детей, которые там занимаются. То есть вот финансирование из бюджета вот этой программы, оно остается. Также у нас заключен договор по занятиям верховой езды с приютом «Надежда». Вот, по приюту «Надежда» тоже на недельку приостановлены занятия, со следующей недели мы будем их восстанавливать, возобновлять. А ущерб как-то уже оценяли в рублях? Пока мы не можем, окончательно полученные выключения от строителей, от пожарных, мы не можем вызывать их. Оценить поголовье, в принципе, это все равно можно. Скажете, а есть какие-то, ну, примерные прикидки, там, скажем, что от Солета успеете восстанавливать или не успеете? Знаете, у нас очень минимальные сроки, потому что нас, конечно, вот комплекс соседний приютил, да, но содержание всего поголовья и школы на чужом комплексе, конечно, это коммерческие цифры, они намного дороже. Месяц мы сейчас там можем находиться, наша задача сделать строительство максимально быстрым, потому что, ну, в общем-то, это увеличит наши затраты. И плюс занятия для детей, особенно вот ипотерапия сейчас, мы почему торопимся поставить временные деники, детишек очень тяжело возить, потому что это времени занимает очень много, и не у всех есть возможность здесь. Это необычные дети. Да, это по городу можно доехать, а Фадькову это уже проблема. Вопросы есть еще? Желающих помочь очень много. Первое, что мы делаем, мы будем обращением к фасадскому бизнесу, то есть с просьбой о помощи. Ни в коем случае не с требованием, да, с просьбой. То есть никто ничего не должен, мы просто предлагаем помочь, потому что у многих, по нашему мнению, есть возможность. Вот следующий момент, мы хотим скоординировать действия по восстановлению комплекса. И что очень немаловажно, хотим наладить контроль за этой помощью и показать прозрачность всех действий работников предприятия. То есть хотим дать отчет, то есть на что пошли собранные деньги, что сделано на эти деньги, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений по поводу целей и траты средств. Есть вопросы, Колесом Сергеевич? По голове быть прежним? Да, вот я думаю. По голове быть прежним? По голове быть прежним? Да, в том же количестве. Мы надеемся, что да. Ну, мы к этому идем. Хочу заметить, что в принципе у нас нет сейчас вариантов размещения такого по голове. Было 34 головы. На сегодняшний день в жучках размещено 14 и 5 дневников есть свободных. Эти деньги под нашу деятельность отданы. Мы сейчас в первую очередь их будем заполнять лошадьми под эпитерапию, по детскую спортивную школу. И в дальнейшем по мере возможности и стабилизации работы мы будем привозить и еще искать какое-то поголовье. Я обратилась с просьбой к конноспортивным школам и Ярославле, Московским школам, и Переславль-Залевский бонспортивные клубы с просьбой, если у кого-то есть возможность, учебное поголовье может быть временно, может быть там на месяц-два нам дать просто детишкам закрыть вот эту пустоту, которая существует. Вот, может быть кто-то в рассрочку нам, или есть какие-то лошади спортивные, возрастные, потому что бывает так, что возрастных лошадок не продают, а именно ищут добрые руки. Мы гарантируем качественное содержание, ветеринарное обслуживание и, конечно, любовь к этим лошадям. Я думаю, что такое, что в общем-то... А сколько детей занимается? У детей занимается около 80 человек. Это кто постоянно занимается. Есть люди, которые приходят на огромные занятия просто покататься и познакомиться с лошадьми. Сегодня мы всех в 17-30 приглашаем, и будет точно понятно, сколько людей на связи. То есть не сколько посещают, потому что все однозначно не смогут быть, а вот сколько на связи и сколько людей готовят продолжать занятия и оказывать нам поддержку. А вот ипотерапия какое количество? Ипотерапия 60 человек, две группы по 30 человек. С Нового года начала вторая группа функционировать. Она набрана в полном объеме. И, конечно, сейчас тоже родители и детишки очень расстроились в перестановке. Но мы всем говорим о том, что мы ни в коем случае не приостанавливаем деятельность. Мы ее восстанавливаем, налаживаем, будем продолжать. Скажите, эти 60, они входят в эти 80? Нет, это дополнительно. То есть 60 и плюс 80. На этих совещаниях в районе называли хотя бы примерную сумму, во сколько обойдется восстановление? Пока сумма не очень понятна. Строительная работа, а приобретение поголовья, недостающего хотя бы. Сейчас мы как раз занимаемся, готовим цифры, и как только они будут понятны и понятен дальнейший план четко прописанный, мы будем вести уже более конкретные переговоры. Есть строительные фирмы, предлагающие свою помощь. Есть физические лица, предлагающие помощь. Мы вот просим в день еще... Имеется в виду помощь на безвозмездной основе. Вы называли Виктория Пиатина. Вы знаете, вот для чего создан попечительский совет? Мы, конечно, хотелось бы, чтобы люди помогали, исходя из данной ситуации, да? Но однозначно мы хотим в дальнейшем продолжать работу с этими людьми. Мы хотим, чтобы они и посещали группы, и имели возможность какую-то... Хотим отблагодарить их в случае, если они нам сейчас помогают. И, конечно, благодарны всем горожанам. Мы будем делать какие-то и благотворительные встречи, акции. В члены попечительского совета входят, как я понял, сейчас... Или будут входить благотворители, ну, которые будут пользоваться какими-то преимуществами впоследствии, когда школа будет функционировать? Ну, сейчас попечительский совет состоит из уже людей, которые работали с нашим делом, и частных владельцев, и просто родителей, которые активно имеют, ну, активную жизненную позицию, да? Далее мы рассматриваем все желающие, все предложения, все варианты, конечно, мы рассматриваем. И всех людей, которые хотят участвовать, которые... Мы приглашаем, и мы готовы встречаться, общаться и находить какие-то компромиссные решения. Спасибо. Спасибо.